Рекордным количеством и небывалой географии участников порадовала амурских поклонников вольной борьбы открытый Кубок Благовещенска. Турнир собрал лучших борцов не только из России, но и из Китая. Кому сопутствовала удача, расскажут мои коллеги из Амурской области. Предновогодний борцовский турнир провели в Благовещенске в четвертый раз. Несмотря на статус промежуточных, соревнования собрали почти полтысячи вольников трех возрастных категорий. 25 команд из регионов Дальнего Востока и Сибири. Это к округам, подготовка по кадетам и по молодежи, которые пройдут в начале февраля и в марте месяце. Поскольку спортивные результаты тут не главное, помимо проверки сил своих лидеров, наставники большое внимание уделяют новичкам. Ведь никакая тренировка, реальный поединок заменить не в состоянии. Никита Баранов из Тамбовки свою схватку с Сахалинским борцом выиграл. Первой с победой парня поздравила мама. Конечно переживала, до сих пор меня трясет. Это же мой сын. Было ему тяжело. Соперник был серьезный, но преодолели. С особым интересом специалисты и зрители наблюдали за поединками с участием китайских борцов. Команда из Харбина приезжает в Благовещенск второй год подряд. Причем эксперты отмечают, уровень мастерства представителей Поднебесной за это время значительно вырос. Зарубежные гости смотрелись достойно, завоевав в итоге три призовых места, в том числе и первое. Но по количеству наград тройку лидеров турнира составили команды Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев. Кроме того, судьи выбрали лучших борцов. Это Кабаровчанин Нарек Саакян и двое Благовещенцев Даниил Веденчук и Нарек Казарян. Илья Пашковский, Евгений Вдовенко, Сергей Битков. Вести Благовещенск. Субтитры создавал DimaTorzok